На рассвете 22 июня 41 года западная граница стала линией фронта. В те дни газета «Правда» писала, как львы дрались советские пограничники, принявшие на себя первый внезапный удар подлого врага. Бессмертной славой покрыли себя воины-чекисты. Они бились в рукопашную, и только через мертвые их тела мог враг продвинуться на пять вперед. Кижеватов, Усов, Морин, Лопатин. Достойно, без измены, без страха и колебаний. Лейтенанты первой линии, их бойцы. Боевые подруги, дети. Многие из них разделили в те дни трагическую участь своих мужей и отцов. Вспоминает жена начальника легендарной заставы Анфиса Алексеевна Лопатина. Жену перевязали раненых, и гранаты подтаскивали, и патроны подтаскивали, и в бинокли наблюдали, и окно замаскировали в подвале. Все женщины делали, не сидели руки с лужа. Делали все. Их преданность, их доверие, тревогой и болью отзывались в сердцах истекающих кровью защитников. Лишь на десятые сутки под прикрытием темноты лопатинцам удалось вывести измученных детей и женщин из этого учиненного фашистами ада. Они понимали, что больше не увидятся никогда. Он отдал мне ребенка, поцеловал его и меня поцеловал. Остались мы, заплакали, и все, пошли. Не могу. И он остался дальше руководить. Ну да. Они не могли знать тогда, что впереди будут битва под Москвой, Сталинград, огненная Курская дуга, что по всем фронтам пограничники с честью пронесут свои знамена, что на тысячадевятый день войны 24-й погранполк в составе войск 2-го Украинского фронта выйдет на реку Прут. Правда, напишет. Вот она, перед нами, трижды желанная государственная граница, 33 месяца назад попранная врагами. Именная застава. Их в округе 26. Все отличные. Сегодня на дозорную тропу выходит новое поколение бойцов, и среди них внук героя Советского Союза Виктора Усова Виктор Усов. На этой распаханной земле не сеют. У нее другое назначение. Контрольно-следовая полоса родины порог. Двадцать шесть лет застава носит звание отличного подразделения. Семнадцать из них ею командовал подполковник Александр Иванович Закурдаев. Знать потому считает ее своим родным домом. Семнадцать лет срок немалый. Сердцем прикипел Закурдаев к заставе. Родным домом стала застава и для этих ребят. Семнадцать лет застава. Особый быт – особая служба. Семнадцать лет застава. 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 Сегодня нарушение условное, а нарушитель сержант соседней заставы. Но завтра... О повышении бдительности, мастерства пограничника, разговор на заседании комсомольского бюро заставы. Прежде всего, это люди, личный состав, офицеры, солдаты, сержанты. Мы много воспитали хороших людей. Я могу назвать такие фамилии, которые награждены медалью, из-за отличия в охране границы, как Ефрейтор Стужный, который за свою службу задержал два нарушителя государственной границы. Ефрейтор Мельник задержал тоже два нарушителя государственной границы. Сержант Мисуна, рядовой Ворона и многие другие. Но у нас такие тоже есть, Александр Иванович. Я вот как молодой офицер стараюсь воспитывать на боевых традициях этой заставы. А я вот посмотрел и вижу, у вас тут замечательные люди. Воспитание на боевых традициях, тем более на боевых традициях вот на этой заставе, это главное. Вот я вам желаю еще раз, чтобы вы впредь поддерживали в таком духе заставу, в таком порядке, как мы сейчас посмотрели. Чтобы она была всегда в передовых рядах, была отличной заставой. Приказываю выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Здесь выступить на охрану границы Союза Советских Социалистических Республик. Здесь нет контрольно-следовой полосы, дозорных вышек, но это тоже граница. Контрольно-пропускной пункт. Каждый воин должен быть здесь солдатом, политработником и дипломатом. Три десятилетия служат на границе Варлам Михайлович Кублашвили, лучший контролер западной границы. Товарищи шутят, Кублашвили мысли читает, сквозь землю видит. И в этой шутке есть доля истины. Только в ходе одной операции, благодаря его бдительности, государству было возвращено свыше 16 килограммов золота. Главная наша задача в настоящее время, чтобы не допустить нарушение государственной границы. Паровоз, делающие материалы, оружие, боеприпасы, взрывы, вещества и другие, и контрабанд товаров. Такой был случай, когда осматривали прибивший паровоз. Я рядовому Петрову сказал, открой, пожалуйста, топки. Он посмотрел на меня, посмеялся. Там, товарищи пропорщик, не будет контрабанды. Как его не будет? Я взял потом, открой, топки, смотрю, горит полностью жара там. Взял лопатку, значит, откидал жару дальше, посмотрел, там находятся примоченные угли. Современно догадался, что здесь спрятана контрабанда. Откидали дальше золото, смотрю, там лежит контейнер специальный, который не хотели перевозить через государство с границей. Ни Джека Лондона, ни Фиджеральда, махровую антисоветщину, порнографию, наркотики, оружие пытаются провести к нам иные заокеанские книгоноши. Сейчас у этого теплохода тоже пролегла граница. Мы говорим друзьям, добро пожаловать, но для врагов наша граница на замке. Так было всегда и так будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!